Всем привет! Сегодня выясняем, что же такое плавающая кнопка на камере и зачем она нужна. Подписываемся на канал и узнаем. Итак, смотрите, у нас получается вот такая вот кнопочка есть на экране. Да, здесь нет, здесь есть. Мы ее сами активировали. Если она вам нужна, естественно, вы ее ставите. Если не нужна, не ставите. То есть она дублирует вот эту вот кнопку нажатия на фотографию. То есть видите, я нажимаю также здесь и здесь. Здесь, причем, я могу это делать в любом месте экрана. Перевожу ее куда хочу и она также делает фотографию. Ну как она? Я нажимаю, а она срабатывает. Как ее включить или отключить? Здесь она у нас включена, здесь у нас идет 9-й Android, здесь у нас 11-й Android. Идем в настройки камеры. Самый низ. И вот он пункт способы съемки. Заходим в него. Плавающая кнопка. Включаем. Здесь она сразу в меню не появляется, но как только мы выйдем на камеру, она у нас сразу отображается. Работает она только на фото. Если мы поставим режим видеозаписи, то она сразу пропадает. Если опять переключимся на фотографию, она у нас опять появляется. Зачем ее придумали? Ну, честно, не скажу. Возможно, она кому-то нужна. Мы ни разу ей не пользовались. Недавно сами про нее узнали. Случайно. Потому как практически всегда пользовались просто обычным нажатием на кнопку. Либо же вот так вот переназначали кнопки на громкость. То есть изначально кнопки громкости идут как масштабирование. То есть это больше и меньше приближение, удаление, отдаление. А здесь у нас можно, в принципе, вот так вот делать. Кому видео понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Пока-пока. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok